САМАРСКИЕ НОВОСТИ СПОРТА На ринг вышли 10 спортсменов, в том числе тольяттинцы Вахит Абасов и Рафих Ханделян. По результатам боев рефери присудили боксерам победные очки и вручили золотые и серебряные медали. Кроме чемпионского титула Вахит Абасов получил путевку на первенство России. В мае лучшие спортсмены страны встретятся в Кургане. В мужской баскетбольной суперлиге появился новый лидер – это клуб Самара СГЭУ. Для команды это лучшее достижение с момента возрождения в 2012 году ее профессионального статуса. В прошлом сезоне экономисты остановились в шаге от плей-офф – девятое место в регулярном чемпионате. До очередных матчей на вылет Самаре осталось провести три встречи, которые мало что изменят в турнирной таблице чемпионата страны по баскетболу. В Ленинградской области самарские теннисистки выиграли международный юношеский турнир Кубок Ладоги. В одиночном разряде отличилась Мария Бондаренко. В финале она уверенно победила москвичку Александру Епифанову 6-2-6-3. Еще одну золотую медаль Бондаренко взяла в паре с Владой Ленской-Богомоловой. В матче за чемпионство они одолели тандем Диана Янатовская-Томск-Александра Епифанова-Москва со счетом 6-1-7-6. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.